На новую станцию Ржевский мемориал в Тверской области прибыла первая ласточка. Поезд в 6.40 отправился с Рижского вокзала Москвы и в 11.32 прибыл на новую станцию. В числе первых пассажиров скоростного поезда ветераны Великой Отечественной войны из Ржева. На месте событий побывала наш корреспондент Наталья Чекет. Пассажирская платформа находится всего в 2,5 километрах от Ржевского мемориала. Это кратчайшее расстояние от железной дороги до музейного комплекса. Сама платформа широкая 6 метров, а в длину 170 метров. А рядом с вокзалом расположен памятник паровоз. Новый остановочный комплекс построен за три с небольшим месяца с использованием современных быстро возводимых конструкций и композитных материалов повышенной износостойкости. Поверхность пассажирской платформы, которая покрыта гранитной крошкой, это создает в зимний период времени концентрат напряжения и позволяет не образовываться корки льда, потому что под непосредственно воздействием пассажиров данный лед растрескивается. Железнодорожный маршрут, который связал столицу страны с новым остановочным пунктом в Тверском регионе, позволит с комфортом добираться до Ржевского мемориала советскому солдату. Первых пассажиров «Ласточки» встретил губернатор Тверской области Игорь Руденя, генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, советник президента Российской Федерации Владимир Васильев. Впечатлениями от поездки поделился фронтовик Иван Алексеевич Хвостенко. «Ласточка» — это прелесть. Благодаря этой «Ласточке» тут будут туристов сколько. Потому что есть на чем приехать, есть на чем уехать. Прилегающая территория рядом с остановочным комплексом обустроена в стилистике Ржевского мемориала. Кроме того, помимо платформы установлен павильон с музейной экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне. Общаясь с журналистами, Олег Белозеров рассказал, что в дальнейшем будет продолжена работа над тем, чтобы сократить время в пути поезда. И большее количество человек могли посетить и прикоснуться к уникальной истории России. Все, что мы сделали, мы хотели бы, чтобы нашим пассажирам было удобно. Более того, мы хотели обеспечить возможность добраться гражданам России сюда, к мемориалу. Мы будем работать над тем, чтобы сократить срок менее пяти часов, сделать еще более удобную доступность, чтобы как можно больше граждан сумели сюда приехать. В свою очередь губернатор Тверской области Игорь Руденя подчеркнул, что открытие новой станции – это возможность принимать гостей из столицы и иностранных туристов. Я уверен, что Ржевский мемориал будет в сердце каждого россиянина. И это святое место, которое мы все вместе посещаем. И теперь эта возможность появится у многих и многих людей, у многих и многих поколений. Уже сейчас более 700 тысяч человек посетило мемориальный комплекс советскому солдату. И, как отметил Владимир Васильев, это только начало. И это будет нарастать, нарастать, нарастать. Будут создаваться условия, мемориал будет развиваться. Он станет частью нашей жизни. Он будет помогать нам. Наши предки будут нас поддерживать и помогать. Ласточки ежедневно будут совершать по два рейса из Москвы и от Ржевского мемориала с остановками в Истрево, Локоламске и ряде других городов. Кроме того, в праздничные дни мая с 8 по 10 будет курсировать дополнительная ласточка с Ленинградского вокзала. Она проследует другим маршрутом через Тверь, Торжок и Старицу.